Микс Ньюз. Каждую среду в полдень на Радио Балком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулис, то, что там происходит. Боже мой. Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Балком. Хотите на концерты классической музыки? Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. На месте Елены Приваловой сегодня буду я, Олег Пека, проведу программу «Культурная среда». И сегодня в нашей студии директор, глава фонда Германа Брауна Инна Давыдова. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Мы расскажем вам, естественно, о тех событиях, которые предлагает фонд Германа Брауна. Но сначала я пробегусь по тем событиям музыкальным, которые еще будут происходить в ближайшую неделю. 5 марта завтра в латвийской опере балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». 6 марта в латвийской опере опера «Кармен». 6 марта в Латвийской академии музыки будет такое путешествие во Францию. Французская музыка. Исполняется Малиса Равеля, Клода Дебюсси, Камиля Сенсанса. 7 марта, очень интересно, и в 12 и в 18 часов оперный театр «Детский балет» представляет балет «Карлсон летает», причем на музыку его однофамильца Юриса Карлсенса. И это мероприятие для именно детской аудитории, очень необычно балет для детей. Обещают очень яркие костюмы и, конечно же, сюжет Астрид Лингрен останется в неприкосновенности. 7 марта в Домском соборе будет концерт, посвященный музыке Баха и, кстати, Петрица Васкса и других композиторов. 7 марта в Англиканской церкви «Музыкальные цветы королевской барокко» концерт исполняет Лариса Царькова. В Латвийском оперном театре 8 и 9 марта балет Бориса Эйфмана «Русский гамлет». В Доме Москвы у 10 марта интересный мюзикл Леонарда Бернстайна «Весцайская история» в постановке студентов 4-го курса училища имени Щепкина при Малом театре России. Ну и, наверное, вот это все основные и самые главные события, которые происходят у нас. Мы же сейчас поговорим о событиях, которые представляет фонд Германа Брауна. И, наверное, один из таких интересных очень концертов в камерной музыке в концертном зале «Артиссимо» это в исполнении Варвары Мягковой. Может быть, вот с нее начнем. Вы знаете, вы перечислили события, которые состоятся в Риге. И то это, скажем так, верхний слой, который состоится в течение ближайшей недели. И я в очередной раз задумалась о том, насколько Рига полна самыми разными интереснейшими событиями в области музыки, рассчитанными на разный вкус, кошелек и действительно пристрастия. Потому что и балет, и опера, и мюзикл, и детские представления, и концерты. Это мы еще не назвали концерты следующей недели симфонические, традиционные. А у нас еще есть театры, о которых мы вообще не говорим. И иногда думаешь, бедный наш слушатель и зритель, как же трудно ему выбрать что-то. И как же ему раздвоиться и расстроиться иногда, когда в один и тот же день происходит так много интересных событий. Расстроиться или расстроиться. Расстроиться, да. Но, опять же, хочется сказать, насколько мне приятно, что в этом обилии предложений есть свой неповторимый голос у фонда Германа Брауна, чему свидетельство, говоря о неповторимости, это наша публика. Поскольку концерт Варвары Мехковой, который у нас состоится в эту субботу, практически распродан. Уже у нас аншлаг, да, зал небольшой, но и имя не очень известное. И тем приятнее, что есть люди, которым интересно именно открывать для себя что-то новое вместе со мной и вместе с моим агентством. У Варвары Мехковой очень интересная судьба. Она лауреат международных конкурсов, выпускница Московской консерватории. Училась в классе замечательного профессора Кнорре. И потом пропала с концертных площадок. Дело в том, что я не знаю, естественно, а даже если бы знала, наверное, не стала бы рассказывать о личных особенностях ее персональной жизни. Но я знаю, что за те годы, пока мы ее не слышали, она успела родить и вырастить троих детей. И сейчас она возвращается на концертную площадку, будучи уже зрелым человеком. Я о ней знала благодаря Борису Березовскому, известнейшему пианисту, музыканту с мировым именем, который, опять же, так же, как и я, где-то услышал Мехкову, поразился ее неповторимому музыкантскому голосу и тут же пригласил ее на один свой фестиваль, на другой свой фестиваль. У него есть очень знаменитый фестиваль в Елабуге, который он проводит летом. И Варвара стала одним из открытий последнего фестиваля. И, мало того, они с ней, Борис и Варвара, играли и четырехручные произведения, то есть играли в ансамбле. А что для нас, Рижан, очень приятно, недавно Варвара сыграла вместе с трио струнным, в котором партию виолончели играла Кристина Блаумана, наша латвийская скрипачка, простите, виолончелистка, которую мы здесь очень редко слышим. Замечательный музыкант, одна из моих любимец. Ну, она работает в Лондоне, и у нее очень сложный график музыкантский. Ну, вот они недавно вместе музицировали с Мягковой. А я, когда послушала ее записи, я поняла, что у нее действительно уникальный, неповторимый артистический голос. Потому что, говоря об артисте, мы часто подменяем его особенности и его свойства шумом и пузырьками вокруг его имени. И очень часто, это наша еще старая привычка, доверяем тому, что нам говорят с экранов телевизора, со страниц газет, а теперь еще и с экранов Фейсбука. И часто фейсбучный блогер становится законодателем общественного вкуса, в том числе и музыки. И распознать простому слушателю большой талант, если тебе не сказали, это талант, обрати внимание, не всегда возможно. Особенно если исполняется, скажем, традиционная музыка, Моцарт или Шопен, которые хороши сами по себе, их трудно испортить. Но их можно сделать еще лучше, еще прекраснее, еще величественнее, но испортить трудно вальс Шопена. Как бы ты ни играл, все равно музыка сама по себе остается. И я очень рада, что мы пригласили эту в Латвии абсолютно неизвестную пианистку, и что мы собрали полный зал. Она будет играть очень интересную программу, она будет играть Баха, которого она играет феноменально. И должна сказать, что Бах вообще в концертных программах звучит очень редко. Она будет играть «Детский уголок» Дебюси. Это такая сборник, сюита, пьес на темы детской жизни. И Дебюси в этом смысле продолжает прекрасную традицию 19 века, потому что детские сцены и альбом для юношества есть у Шумана, у Чайковского есть детский альбом. И вот у Дебюси есть детский уголок. Там куклы, там игрушки, там игры, и там размышления ребенка. Очень красивая музыка, светлая, прозрачная, чувственная и очень-очень импрессионистичная. И короной программы станет замечательный цикл пьес Шумана под названием «Крис Лириана». Это такие фантастические пьесы, очень бурные, очень страстные, очень разнообразные по языку музыкальному, очень сложные, виртуозные в смысле игры на рояле. И я очень рада, что у нас такой хороший инструмент в зале, который позволяет нам приглашать такого уровня музыкантов, и они могут полностью себя раскрыть благодаря нашему чудесному инструменту. И я думаю, что для очень многих это станет настоящим музыкантским открытием. Варвара Мехкова в эту субботу, 7 марта, в 7 часов, в концертном зале «Артиссимо», официальный адрес улица Вальню 9, вход с угла с улицы Зиргу. Мы не только вас угощаем прекрасной музыкой, но мы еще угощаем вас всякими сластями, вином, кофе. И это, как всегда, особенный вечер в нашем зале, поскольку настроение создается всеми возможными средствами. Каждый из гостей – это мой личный гость. Я так это воспринимаю. И я очень-очень рада поделиться своей находкой и своим открытием. А насколько вот в самом деле ситуация уникальная, когда исполнитель возвращается на сцену, и вот может быть, ну вот уже в зрелом возрасте осуществляет такой прорыв? Вы знаете, это очень редкий случай. Я знаю случаи, когда музыканты как бы объявляли о своем молчании на некоторое время, просто уходили со сцены, потому что были перегружены концертами с творческими задачами и понимали, что начинается тиражирование, что они распыляются, что им не хватает внутренней энергии, что они выгорают. Ну вот такие. Такие случаи были. Это было и с Кристианом Циммерманом, пианистом известным. Полгода брал в свое время Евгений Кисин для того, чтобы восстановиться. Есть такой замечательный… Сейчас забыла его фамилию. Пухбендер, кажется, ударник. Он играет на ударных инструментах. Немец, фантастический совершенно музыкант. Вот он чуть ли не на два года брал перерыв. Потому что, когда он стал известным, он так оказался всем нужным, и он взахлеб принимал все предложения, очень много играл, и потом ты чувствуешь опустошение невероятное. И на самом деле, конечно, если ты попадаешь в обойму, то выскочить из нее очень трудно, но тут надо иногда заметить сигнал вот этого желтый, еще не красный, но уже желтый, проблесковый. Внимание! У тебя кончаются силы физические, следом у тебя кончаются силы эмоциональные, следом у тебя кончаются силы психологические. И что ты покажешь публике, с чем ты к ней выйдешь. Ведь каждый выход к слушателю, если это сольный концерт, или дуэтный вечер, или квартет, то есть здесь очень малое количество людей на сцене, должно создать огромный комок энергии для того, чтобы ее отдать слушателю. Если ты не можешь своей энергией насытить свою игру или свое пение, то да, если ты большой музыкант, это будет на хорошем уровне, но это будет твой средний уровень, твой личный средний уровень. Может быть, он и высокий, и часть публики и не поймет, а часть поймет. А самое главное, что ты-то знаешь об этом сам. Вот это очень важный момент. Но вот такой случай, как с Варварой Мехковой, когда музыкант возвращается, уйдя по личным причинам, возвращается потому, что не может иначе. Она очень интересно рассуждает о музыке. И когда ей процитировали слова одной певицы, которая сказала, что я пою для людей, чтобы их отвлечь от ежедневности и доставить им удовольствие. А вот Мехкова говорит, для меня музыка не удовольствие. Для меня музыка – это продолжение жизни. Поэтому я играю для всех, но я хочу, чтобы моя музыка им сказала просто больше, чем развлечение и удовольствие. То есть она говорит о важных, о таких внутренних вещах, для чего вообще существует искусство. И в этом смысле я хотела бы напомнить нашим слушателям, что искусство – это не восхождение на олимп популярности. Это восхождение на олимп духа. И мы можем сегодня назвать очень много музыкантов, которые на один забрались, а второй потеряли при этом. Может, даже не задумывались. А вот для таких, как Мехкова, это важно. И в этом ключе я хотела бы как раз рассказать о тех событиях, которые ждут нас на следующей неделе, когда в Ригу прибудет очень известный, достаточно скандальный и абсолютно одиозный журналист из Москвы, владелец собственного YouTube-канала, у которого сейчас 16 тысяч подписчиков. Это только подписчиков слушают гораздо больше. «Сумерки богов» я говорю о музыкальном журналисте Вадиме Журавлеве. Потому что вот он как раз из тех, кто не спровергает авторитеты, и он из тех, для кого одинокий голос человека, возьмем в кавычки эту знаменитую фразу, важнее, чем статьи на первых полосах таблоидов. И вот как раз его я и хотела пригласить в Ригу. Конечно, не для того, чтобы сразу же разобраться, что хорошо, что плохо, доверившись ему, как мы доверяемся кому-то другому, а для того, чтобы услышать альтернативное мнение. Это, я понимаю, речь идет о двух даже его лекциях, которые пройдут в концертном зале «Артиссимо» 12 и 13 марта. Да, четверг и пятница, через неделю, две встречи с Вадимом Журавлевым, две разные темы, абсолютно разные. Обе они соприкасаются с музыкальным театром, который является как бы эпицентром интереса журналиста. Но темы совершенно различные. Одна, кстати, это тема его диссертации, которую он защитил несколько лет назад. Это Зальцбургский фестиваль как феномен и как абсолютное исключительное образование музыки и культуры XX века. И вот тема пятничной лекции как раз и будет посвящена столетию Зальцбургского фестиваля. Это 13 февраля, простите, марта, пятницу. Это 100 лет Зальцбургскому фестивалю. И Журавлев привозит книжку «Путеводитель по Зальцбургскому фестивалю». Очень интересную, можно будет ее приобрести во время концерта. А вторая тема, которую мы услышим в его интерпретации в четверг, 12-го, вот она, на мой взгляд, более полемичная и дает слушателю возможность в конце лекции задать массу вопросов. Тема звучит так. Конец эпохи Примадонны. Опера на пути к шоу-бизнесу. Это, конечно, будет очень, на мой вкус, интересно, потому что я прослушала много его лекций на Ютьюбе. Они короткие, по 10-15 минут. Но это, как правило, не лекция, это, как правило, разборы тех или иных спектаклей, очень нелицеприятные. Он избегает, скажем, грубых выражений, но говорит достаточно жестко. И если ему по каким-то причинам певец не нравится, естественно, не по личным качествам, а именно как певец или как артист музыкального театра, то он об этом говорит открыто и объясняет, почему ему не нравится и что плохого в том, что нам кажется хорошим, скажем так. И я, когда послушала несколько его выступлений, я поняла, что я с ним абсолютно согласна. Просто мы живем, особенно здесь, в Латвии, в таком узком культурном пространстве, где ты с одним учился, с другим играл вместе, с третьим живешь по соседству, с четвертым имеешь общие музыкальные интересы, приглашая его или он приглашает тебя или так далее. Со всеми раскланиваешься во время большого музыкального приза и каких-то музыкальных премьер. Ну вот как сказать честно человеку, что тебе что-то не нравится? Еще так, чтобы он не обиделся, а принял это как конструктивную критику. У нас вот этой конструктивной критики, скажем, журналистской, ее практически уже нет. Мы сейчас сделаем маленькую паузу, после чего продолжим разговор о тех событиях, в частности, о лекциях Вадима Журавлева. Продолжается программа «Культурная среда». И я напомню, что в нашей студии глава фонда Германа Брауна и Надавыдова мы говорим сейчас вот о двух лекциях Вадима Журавлева, оперного критика, журналиста, искусствоведа. И вот в самом деле, касаясь оперы, многие имели возможность, например, в виде трансляции из «Метрополитен-оперы» получить представление, насколько все более и более становится сложным. Сложна и сама постановка, то есть большее внимание уже уделяется не только музыке, но костюмам, декорациям, каким-то совершенно фантастическим эффектам. И иногда бывает, я ловлю себя на мысли, что оперные исполнители, они вынуждены подстраиваться под эти новые требования, потому что они поют лёжа, стоя, зависнув в воздухе. Естественно, я понимаю, что вступают в силу какие-то моменты там и айджизма, когда зритель хочет видеть вот молодых, красивых, пышногрудых оперных див, а вот может быть, ну вот чуть-чуть уже постарше и в комплекции, они просто не могут получить роли, хотя может быть голос объективно у них даже лучше. Вот что действительно происходит, интересно. Ну вот мы можем задать все вместе эти вопросы Вадима Журавлёва, но я думаю, что это не хватит не только одной его лекции, это не хватит даже недели, если бы он у нас каждый вечер об этом говорил. Всё равно каждый раз, я думаю, любая вторая его фраза вызывала бы полемику и споры, и это было бы прекрасно, и давно пора, и я надеюсь, что может быть мы вообще такой какой-то музыкальный дискуссионный клуб сможем у себя благодаря Журавлёву открыть и приглашать туда и других музыкальных критиков. Но должна сказать, что и другие музыкальные критики иногда читаешь, что они пишут, скажем, в России, есть очень хорошие, несколько замечательных интернет-порталов, где можно почитать, и тоже иногда удивляешься и тенденциозности, и непрофессионализму, и вообще такому фамильярному тону по отношению ко всему. Честно говоря, у Журавлёва тоже иногда эта фамильярность присутствует, но её меньше, чем просто... Если ты в этой теме, то ты понимаешь, насколько ему больно на самом деле от того, что происходит так, а не иначе. А что касается музыкального театра, да, это искусство усложняется очень сильно, и можно найти очень старые и очень плохие плёнки или, по крайней мере, фотографии спектаклей начала XX века, где мы увидим, что четыре главных героя стоят на аванс-сцене и просто поют. Но это как констюмированный концерт. Теперь этот констюмированный концерт это ругательство по отношению к театру. То есть, если нет концепции, то да, зачем констюмированный концерт? С другой стороны, если есть суперконцепция и всё, что происходит на сцене, по мнению слушателя идёт в разрез с музыкой, он закрывает глаза и потом пишет в Фейсбуке. Я просто закрыл глаза и слушал. А что его друзья по интернету спрашивают? Зачем же ты ходил в оперу? Тогда сидел бы дома и слушал компакт-диск. Поэтому вопрос это очень сложный, поскольку есть замечательные режиссёры, которые придумывают спектакли на основе классической музыки. И эти спектакли по-другому поворачивают твоё представление и об этой музыке, и об этих главных персонажах, и об этом времени, когда она была написана. Одно время было модно, и к нам это пришло позже, но у нас тоже использовалось перенос, временной перенос, скажем, события давно минувших дней переносятся в век 19-й или в 20-й сопрягаются с какими-то актуальными политическими событиями того или иного времени. Ну, это всегда личный поиск режиссёра прежде всего. И тут вот вопрос меры для меня всегда очень важный. Или режиссёра захватывает, захлёстывает фантазия, ему всё, что угодно, годно. и любые средства хороши, чтобы воплотить его идею, и иногда это идёт в разрез с музыкой. То есть, музыка поёт и играет про одно, а люди на сцене двигаются и что-то делают про другое. И вот тогда это вызывает странные ощущения. Кроме того, я как педагог, миссионер, всегда задумываюсь о том, что если актуализировать, допустим, какую-то абсолютно классическую оперу, доведя её до неузнаваемости, то как же новое поколение слушателей сможет оценить вообще эту оперу, если им будут показывать совсем не то, что в своё время замыслили либретист и композитор. Тогда надо делать два либретта, скажем. Первое, объяснить, про что эта опера была, когда её написали, а потом объяснить, про что думал нынешний режиссёр, когда он это переделывал. Это касается очень многих постановок. И Тоски, и Манон Леско, и Кармен, и Травиаты, и Евгения Онегина, и Садко, вот недавно нашумевшая премьера в Москве, где древняя сказка, Былина, она интерпретируется как поход современного человека в парк желаний, где он загадывает желания и вот становится тем, кто дальше попадает в сказку, как говорится, и что происходит дальше. И вот тоже какая мера этой интерпретации. Но вот об этом можно будет поговорить Журавлёвым. Но я бы сказала, мне всё-таки кажется, с одной стороны, что есть музыка, есть певец, которого надо уважать и щадить, конечно. Бывают разные спектакли, бывают разные оперы иногда, но по-другому нельзя. Например, в той же Богеме во втором акте Мюзетта спрыгивает со второго этажа и якобы ломает каблук. Потом её берут на ручки и там всякое дальше происходит. Но ей придётся вскочить на этот второй этаж, чтобы с него прыгнуть. Или это второй этаж, или это скамейка, или это не знаю лестница, что угодно по замыслу режиссёра, но ей всё равно пробежку это придётся совершить, потому что так задумано изначально. Ну, а бывают действительно очень сложные ситуации, когда чуть ли не на колосниках приходится петь, а есть просто люди, которые высоты боятся. Ну, а лёжа или спиной к зрителям или полуобнажённым это сейчас уже не... Никого не удивишь. Никого не шокирует, ну, кроме борцов. Кроме борцов за чистоту жанра. Ну, вот это тоже такой очень интересный вопрос, кроме того, понимаете, вырастает новое поколение, оно же не ориентируется на старые классические или, допустим, традиционные ценности. Это касается и оперы, и музыкального театра, и инструментальной музыки. Понимаете, я слышала, например, когда сочинение фортепиано изменялось до неузнаваемости, но было сыграно очень бойко, очень виртуозно и очень убедительно с точки зрения визуальной. Пианист тряс головой, закатывал глаза и всячески демонстрировал вовлеченность в музыку. Если ты эту музыку никогда в другом исполнении не слышал и не представляешь, что это такое, ты просто рядовой слушатель, который пришел на это имя. Ты будешь в диком восторге, потому что он тебя потряс, он тебя встряс, он тебя встряхнул, он тебя вывернул, и ты вот весь такой вывернутый, расплющенный и вздрипнутый пошел себе дальше вот обремененный новым знанием. А то, что это идет в разрез главной идеи, которую композитор написал просто в нотах, если их внимательно посмотреть, что там в течение сочинения не меняется ни ритм, ни темп, и вся вот эта энергия нагнетается именно однообразием, а не вот этим нетрясением головы и встряхиванием рук, это же простой слушатель не знает, и ему вот это новое исполнение, оно ему кажется ценным и единственно верным. Вот тут тоже есть такой важный момент, если ты не знаешь традиционного, так же, как вот современное изобразительное искусство, все-таки ну как к нему относиться и что делать со старым искусством в этом смысле, ну это уже другой вопрос. Да, это очень такая тема бесконечная, любопытная, но вот где тот самый ребенок, который может сказать о короле голой и вот... Вы знаете, оказываются все-таки, слава Богу, и дети, и иногда взрослые, между прочим, у нас есть чудесная группа на Фейсбуке, которая называется «Как мне театр», где люди высказывают абсолютно открытое мнение по поводу тех или иных театральных постановок, причем это и драматические постановки, и музыкальные, и оперные, причем это люди, как правило, там профессионалов нету, это просто любители, но любители просвещенные, вот настоящие меломаны или театроманы, и мне кажется, это очень интересно, потому что на самом деле и у профессионалов мнения могут очень разниться по опере, по инструментальной музыке, по исполнительству. Знаете, немножко, может быть, в этом смысле легче в балете, там как в спорте, там есть четкие правила. Если ты танцуешь фуэте, ты не должен больше, чем, не знаю, там на 5 сантиметров с этой точки, на которую ты крутишься, сойти, и тогда те, кто хоть что-то чуть-чуть в балете знают, те понимают, этот может, этот нет, или там прыжок, элевация, какие-то движения, то есть это основа основ. Это то же самое, что если ты сделал сложное в спорте, в гимнастике, спортивной, допустим, и когда ты должен остановиться и встать, как вкопанный, а ты при этом переступил сноги на ногу, любой понимает, что это ошибка. Понимаете, а вот в инструментальной музыке такого нету, даже если ты сыграл фальшивую ноту, не каждый это услышит, а у живопери, тем более, где твое внимание рассеяно и разделено между декорациями, костюмами, светом, мизансценами, тут у тебя два солиста, там у тебя хор, у тебя такая масса впечатлений, что ты, конечно, не в курсе, достаточно ли чисто певица взяла верхние ноты. Допустим. И не было ли все, что ты видел на сцене, в ущерб всему тому, что ты должен был бы услышать? Ну да, потому что, но с другой стороны, вторгается сюда и пресловутая политкорректность, и какие-то новые там веяния, где герои могут и менять пол во всех этих постановках, что тоже, ну в общем-то, для пуристов, который может стать шоком. Я сам вот испытал, ну сначала вот культурный шок, но потом, вот когда Евгения Онегина ставили в Метрополитенопере, но у них было очень интересно, крепостных крестьян там изображали как раз афроамериканские певцы, но в этом был какой-то смысл, то есть это ты понимаешь, вот вдруг, что вот какая-то параллель и делает, может быть, это близким и американскому зрителю, они понимают аналогию, что как вот были рабы в то же самое время вот в Америке, то же самое происходило, то есть вот есть какие-то интересные решения. Да, это интересно, я этого не знала, это очень интересно, это очень интересно. Но то же самое, опять же, я помню, когда-то лет 15 назад шел разговор о том, что в Германии в каком-то театре в опере «Фауст» Маргариту пела чернокожая певица. Какое было возмущение, ну потому что сейчас, наверное, бы никто уже громко не возмущался, хотя в этих старых странах они, как правило, выражают свое мнение очень бурно, активно и не стесняются. И французы, и немцы, и англичане. Но сегодня это выглядело бы неполиткорректно, а тогда просто сказали это невозможно, невозможно все, точка, пункт. Понимаете, как интересно? Да, как лечили Ломер Мур, там просто митрополитен опера там шотландских аристократов тоже пели партии, ну вот, темнокожие артисты, и как бы сначала я тоже, ну как-то так вздернулся, как, простите, все-таки шотландские аристократы, ну они как-то чуть-чуть не похожи. Чуть-чуть не похожи. Но с другой стороны... Ну с другой стороны, опять же, вот тут же, наверное, все-таки главный голос, главный голос, и я думаю, что это прекрасно, что сейчас мы уже на такой степени социального развития, где нам все равно, какого цвета актер, певец поет ту или иную партию. Ну видите, ну как быстро мы перешли от одного к другому, да еще 15 лет назад, вот даже в такой просвещенной стране, как Германия, абсолютно белые роли, белые героини невозможно было представить в исполнении темнокожих певиц. А теперь запросто. Ну сейчас мир так быстро меняется, что мы просто иногда даже не поспеваем за этими изменениями. И с одной стороны, ты ратуешь за то, чтобы сохранялось вот это зерно ценности того, что было создано, а с другой стороны, ты понимаешь, что с каждым годом ты все, как это сейчас будет такая смешная фраза, в большем меньшинстве оказываешься. То есть нас, тех, кто вот за это ратуют, их меньше все становится, потому что, естественно, поколения-то сменяются. И при том, что я человек открытый всему новому, но иногда есть вещи, которые меня просто коробят. Коробят. Я с собой лично ничего не могу поделать. Может быть, поэтому вокруг меня и собирается такой вот круг единомышленников, для кого ценности ну непреложны. Непреложны. Потому что сколько бы ты не открывал окна Авертона, все равно среди них есть форточки, а есть двери, а есть закрытые двери. Нельзя туда. Все. Вот в моей системе ценностей это так. Но поэтому мне и кажется как раз очень интересным пригласить такого специалиста, как Журавлев, для которого нет авторитетов. Потому что вот поклонение авторитету – это тоже опасная вещь. Никто не идеален, кроме могильных памятников. Все живые люди. У людей могут быть неудачи, провалы. Не проваливается и не ошибается тот, кто ничего не делает. Это мы тоже знаем. И просто здесь надо понимать, была ли это неудача сегодняшнего дня, все мы люди, или это уже планомерная халтура, скажем так. Вот тоже интересный вопрос. И где вот эта грань, когда тот, кто на вершине, начинает позволять себе то, что непозволительно. И что с сегодняшней точки зрения непозволительно. Я сознательно сейчас не называю никакие имена. Потому что это имена первого ряда, о которых говорит Журавлев. Приходите, услышите. Самое главное, что вы сможете задать любые вопросы. Можно не стесняться, никто нас не ограничивает. Зал мой собственный, мы можем там сидеть хоть до часу ночи. Мало того, для самых стойких мы потом предлагаем вторую серию чая, кофе, булочек. И потом просто уже сидя на диванах можно продолжить полемику, дискуссию и задушевный разговор. 12 и 13 марта в концертном зале Артиссима. У нас совсем осталось мало времени, а на самом деле еще 8 марта в зале Зедуниса в Латвийской национальной библиотеке тоже будет интересное мероприятие. Ну, это продолжение моей серии «Новая филармония», которую фонд Германа Брауна проводит в национальной библиотеке уже четвертый год. И второй год подряд мы рассказываем нашим слушателям о музыкальных столицах мира. И мы сейчас предлагаем нашим слушателям совместное путешествие в Варшаву. Казалось бы, недалеко, на машине 8 часов. И это не Япония, в которой мы были три недели назад. Но тем не менее, я уверена, что для многих это будет очень интересное путешествие. Варшава очаровательный город со старинными традициями, музыкальными традициями. И сердце Варшавы это то сердце Шопена, которое замуровано в сосуде в одной из колонн собора Святого Креста в самом центре старого города. И что интересно, верите, не верите, во время Второй мировой войны Варшава вся практически была разрушена. Сердце Шопена уцелело, так же, как и фигура склоненного ангела с крестом в руках. Она настоящая, не новодел. А вокруг гуляешь, эти все здания новодельные. Конечно, им уже сейчас 60-70 лет, и они уже покрыты новой патиной, нового времени. И мы не ощущаем, что это здание постройки 50-х годов. А это так. А вот сердце Шопена, тоже интрига, не буду рассказывать. Оно было спасено во время войны. Но хочу сказать, что мы будем говорить не только о Шопене. Мы будем говорить о других польских композиторах, чьи имена связаны с Варшавой. Мы будем говорить о Варшаве как о городе не только музыки, но и театра, и городе прекрасных музеев, городе варшавского гетто и польского восстания. То есть, у нас очень много будет тем, а самое главное, у нас будет потрясающая живая музыка. У нас будут молодые музыканты, у нас будет исполняться анданты с пианатой и большой блестящий полонез Шопена, будет исполняться легенда и капричо Винявского, будут исполняться миниатюры Машковского, будет чудесная, потрясающая, прекрасная музыка. И хочу напомнить нашим слушателям, что эти концерты предлагаются для всей семьи. То есть, любой возраст от 7-8 лет и до 78 или 87 каждый возраст и сеньоры, и их внуки, и правнуки, и папа, и мамы, и братья, и тети, и дяди, каждый найдет для себя в каждом из этих путешествий что-то ценное, что-то свое, что запомнится. И прекрасное свидетельство тому наши аншлаги, опять же, хочу сказать, потому что последний концерт у нас просто дополнительные стулья мы ставили. Я очень надеюсь, что будет и во время путешествия в Варшаву будет то же самое. Ждем вас в это воскресенье 8 марта в 12 часов в Латвийской национальной библиотеке в ее зале Зедуниса, прекрасный зал на 400 мест с великолепным роялем с ТНВМ. Я буду водить вас по Варшаве и приглашать в чудесный мир польской музыки. Стоимость билета в 7 евро, а для детей и сеньоров в 5. Ну и тем более прекрасная возможность для тех, кто может быть не был еще в Латвийской национальной библиотеке, посетить, прогуляться, может быть, после концерта. После концерта можно прогуляться, там всегда очень интересные выставки, и можно пойти в саму библиотеку по всем этажам, это абсолютно бесплатно, естественно, вы получаете пропуск и гуляете, и я знаю, что очень многие наши слушатели пользуются такой возможностью, можно поехать на самый верх на лифте и сверху посмотреть на Ригу, это очень трогательное. Очень комфортабельные там залы, где можно просто с комфортом посидеть и просто получить огромное удовольствие. Ну что же, на этом, наверное, мы будем завершать наше сегодняшнее музыкальное путешествие. Инна Давыдова, глава фонда Германа Брауна, сегодня была в нашей студии, спасибо большое, и до новых встреч. До встречи в концертном зале Артиссима.